Токтонок многогранен женский мир Загадочная женская душа не поддается никакому пониманию А может тем она и хороша, что не подвластна нормам мироздания Величайшие художники мира пишут женщины портрет Глаза, нос, волосы, изгибы, плечи А где же душа ее? А что поэты и писатели? Они так же неустанно воспевают женщин Но знают ли они, о чем же поет женская душа? Татьяна Семеновна, по традиции я задаю один и тот же вопрос Что для вас поэзия женской души? Что она обозначает? Женщина, конечно, в первую очередь, должна быть добра Добра ко всему абсолютно Я уже не беру детей, семью и прочее Не надо слишком упираться на что-то, на какую-то неприятность Главное, все-таки, считаю, доброту Ну и, конечно, женщина, она очень нуждается в любви, тепле и ласке Поэтому... В зависимости от того, какой мужчина рядом Естественно, какой мужчина, естественно, какой мужчина рядом Но и все-таки мы, женщины, должны, просто обязаны уметь мужчину повернуть в то русло, в какое нам как бы хотелось Не зря же говорят, что мужчина голова, а женщина шея Так что делайте выводы Татьяна Сафина считает, что женская поэзия более глубокая и проникновенная, чем если поэт мужчина Свои первые поэтические строки Татьяна Семеновна написала, став счастливой бабушкой Окрыленная вот этой радостной вестью, у меня вот вышли такие чувства в стихах Милана, девочка моя, как сильно я люблю тебя Так быстро время пробежала, вот только натку провожала Еще скучать не перестала, как ты по жизни побежала Вы ведь по профессии все-таки не поэт? Нет, конечно Кем являетесь? Расскажите, пожалуйста Ну, я работала и телеграфисткой, работала и секретарем юридической консультации Сейчас Татьяна Семеновна пишет обо всем, что волнует ее душу Это близкие ей люди, разные события Боже, я молю, прости нас, грешных, за то, что забываем мы порой Своей любви, привязанности нежной к ним, самым дорогим, нашедшим свой покой Здесь собрался самый талантливый народ нашего города Самые талантливые люди и прекрасно поющие, пишущие, читающие стихи Другая наша героиня – Галина Фомина Она пишет стихи вот уже 15 лет В своих стихах Галина Валентиновна старается выразить себя И пусть в ее строках не всегда находятся рифмы В них столько теплоты и душевности, что, наверное, может дать только женское сердце Оптимистом нужно быть, чтобы про трудности забыть И потому, проснувшись рано, радоваться солнцу и цветам Небу голубому и теплому ветру, что природа подарила нам И никогда не падать духом, ведь ты не зря появился на свет Надо радоваться прожитой жизни, даже если счастья нет Ах, какие женщины! По словам Владимира Галкина, в этом коллективе он чувствует себя садовником Среди прекрасных цветов Так что порой самому петь захочется Прекрасно! Это такой женский коллектив Знаете, прямо это... Стараюсь! В этот поэтический вечер звучали не только стихи Украшением вечера стали задушевные песни Яблонный вечер, звездный рассечен И с краем далеких вновь пришла весна Уют – это не просто коллектив, это команда Говорит художественный руководитель Валентина Пыркина Это одно удовольствие работать Делать что-то для людей, для народа, для жителей своего микрорайона Вы, наверное, уже нас не первый раз снимаете Нас знает весь город Мы очень много везде выступаем, в музеях выступаем Пока мы наслаждались вечером Концертмейстер Альбина Вишнякова задумала план Почему бы им, собственно, стихи, сегодня прозвучавшие Не попробовать бы спеть? Вот какая особенно могла бы стать песня? Какое стихотворение? Мне при России понравилось стихотворение Можно сочинить? Можно А вы знали, что вокально-хоровой ансамбль «Уют» Объединяет, оказывается, два женских клуба «Верные друзья» и «Непоседы»? Теперь мне понятно, откуда такие непоседливые И никогда не унывающие верные подруги Дорогие зрители, спасибо за внимание А теперь я ухожу к Миленку на свидание «Верные друзья» и «Непоседы»uchs» и «Непоседы» и «Непоседы»! Субтитры создавал DimaTorzok